Где взять гирлянды? Где взять медные трубы? Как прокачать репутацию кочевников и забрать все награды? Узнаем в этом видео. Погнали! Всем огромный привет! С вами Харди и мы продолжаем праздновать Новый год в Last Day. 20, 20, 20. Всего надо по 20. Это помощь кочевникам. Основное значит здание, куда мы с тобой будем забегать, вкидывать ресурсы, чтобы прокачивать репутацию кочевников. Как она прокачивается еще? Проводя отопление в каждый дом, а их всего 6, тебе тоже дают репутацию. И в каждом доме есть кочевник. Часть наших ушли за припасами и не вернулись. Вот координаты того места. Найди их. После того, как ты проводишь отопление, ты можешь поговорить с кочевником. Он дает какое-то задание. Выполнив которое, получишь награду, соответственно, из ящика и репутацию. А еще тебе открывается возможность подготовить дом кочевника к Новому году. То есть украсить. Давай подведем небольшой итог. Каждый день тебе надо сдавать вот эти ресурсики. Это раз. Два. Провести тепло в каждый дом и выполнить задание кочевников. Всех шестерых кочевников. Ну и три. Украсить каждый дом кочевника. Круто. Сам в шоке. Начнем с основы. Где брать вот эти все ресурсы. Ну, соответственно, плотная ткань, компот из ягод и вяленое мясо мы достаем дома. Компотик. Это, пожалуй, самое сложное. В обычном костре. Ну и если у тебя есть вот этот декор, спорное удовольствие, в нем тоже можно. Три ягоды, один компот. Вяленое мясо, соответственно, сушилки. Оп. И пошла жара. Шушится. Ну и ткань. Швейный стол. 40 кусков ткани. Это двадцатка. Соответственно, ткань можно лутать с зомби, а также травка. В этом же столе перегонять из травы. Ну и все. Гирлянды и трубы. Трубы без вариантов достаются только с одной локации. Обледенелая свалка. Больше их нигде не достать. Их надо вкидывать сюда. Плюс они нужны тебе, чтобы провести то самое отопление. Гирлянды достаются на обледенелой свалке. И просто на локациях в мире Лас Дэй. Погнали. Основная локация, это, конечно, обледенелая свалка. Старайся ее бомбить каждый день. Единственное место, где есть медные трубы. Ну и все виды гирлянд здесь. И плюс к всему еще термитная смесь, которую тоже больше нигде не достать. Только здесь. В общем, трубы только здесь. А вот с гирляндами попроще. Во всех ресурсных локациях они есть. Также старая ферма, синие гирлянды. Фабрика, заброшенная. Круглые гирлянды. И наш любимый бункер Альфа, гирлянда из звезд. Есть еще мотель, но я тебе его не рекомендую. Там очень мало, времени потратишь много. Лучше, после того, как зачистишь фабрику, ферму и бункер Альфа, вот сюда беги. Нас интересуют с тобой, соответственно, только обледенелые засранцы. Оп. Первая гирляндочка. За раз прям две красных гирлянды. Всего три гирлянды выбил, ел палы. Давай я еще сделаю без тебя одну зачистку. Посмотрим, сколько выпадет. Негодяйский громила пришел. Ну, я все-таки дочистил всех ледяных. Ну, что я тебе могу сказать? По-разному падает. По-разному. Семь гирлянд выбил за одну зачистку. А в прошлый раз всего три. Но опять же, посмотри. Только цветная и только красочная. Возможно, не повезло. Давай я без тебя еще одну зачистку сделаю. На этот раз девять красных гирлянд. Но обрати внимание, красных. Давай подытожим. Как нормально фармить гирлянды и где. Начинаем, конечно, свой день с обледенелой свалки. Без вариантов. Здесь тебе и все цвета гирлянд. Ну, и самое главное, медные трубы. Дальше надо пройти фабрику, как у тебя время будет. Старую ферму, бункер Альфа. Ну, а если прям вот времени еще больше, ну, тогда фармим вот эту красную локацию в надежде, что тебе выпадут не только красные гирлянды и цветные гирлянды. На фабрике будут 100% круглые гирлянды. На ферме синие. В бункере Альфа звезды. И на нормал режиме, и на хард режиме. Лутать надо именно ящики. С зомби они не падают. В бункере Альфа, на фабрике, на старой ферме. А вот, когда ресурсный будешь фармить, только ледяных новых зомби. В других ничего нету, в ящиках ничего нету. Обледенелая свалка. Максимально простая локация. Я тебе ее показывал совсем недавно. Посмотри просто прошлое видео. Ничего тут особенного нету. И босс тоже простой, да? Поэтому давай я быстренько без тебя ее облутаю. О, золотые трубы, еб. Они не медные, они золотые. Ну, а если у тебя есть вот такой красавчик, то можно даже выгодно и быстро убивать, да? Вот такими мини-паровозиками. Соответственно, это дробовик и патроны дыхания дракона. Вот тут тоже паровозик сам вот напрашивается. Оп! Грязь, да? Волшебный просто дробовик. Просто волшебный. Я не виноват, они сами повылазили отовсюду. Босс? Ничего сложного. Ну, соответственно, оружие, которое с огоньком, прям нормально, да, будет его высекать. Огнемет. Ракетница. Потрошитель. Кольт-питон с огненными патронами. Скар с огненными. Дробовик. Винчестер. Короче, дофига способов, как можно легко убивать этого босса. Все готово. Свалка почти пройдена. Но лучший способ это дрон. Ёлки-палки. Он даже сильней. Вот здесь толпа. Два толстяка и хуенький. Че сильней? Он сильней, чем любое оружие огненное. Ну, ты понял, че? Три бомжа просто вот улетели в ноль. Я мог даже не бить. Он сам все сделает. Ну, че, готово. Пойдем назад в деревушку. Парни, я принес гирлянды. Чик. Чик. Ну, даже чуть-чуть не хватило, да? Обрати внимание. Смотрим репутацию. Двадцатый там с копеечкой, да? Как только подключаешь следующий... Оп. Ну, ты понял, да? Ну, и за то, что дома наряжаешь и квест проходишь, тоже дают репутацию. Давай подведем итог. После того, как везде проведешь стопление, тоже получишь репутацию. Наряжаем дома. Вот этот скриншотик ты можешь всегда увидеть в Телеграме Печка ТВ. Это все шесть домов и сколько потребуется гирлянд. Ну, и ресурсы, да? Веревка, изолента, батарейки, лампочка, гвозди, провода. Это вообще шняга, мы это вообще не считаем. С отоплением в доме стало комфортней. Бла-бла-бла. Отопление провел, они рады. Дом нарядил. Они вообще в восторге. В восторге, за что ты тоже получаешь репутацию. И причем очень много. Надеюсь, этот ролик будет тебе полезен. Друзья, с вами был Харди. Если понравился ролик, конечно же, оцени лайком. Ты еще не со мной? Тогда подписывайся на канал на YouTube, на Routube, Яндекс.Зен и ВК. Смотри там, где тебе удобно. Приходи на стримы, которые проходят каждый день. Ну и не забывай про Телегу. У нас там чат круглые сутки. А еще анонсы всех роликов, стримов, розыгрышей, новостей по нашим любимым выживалкам. Удачного тебе празднования. Нового года в Last Day. Пока-пока.